Всем привет! Вы на канале Христина Снежана. Называется мой канал Деревня внутри Мегаполиса. Я опять начинаю свой репортаж с балкона. Показать, что зима зимущая. Прям холодно. Минус 2 градуса. Ощущается минус 7. Холодно, в общем, холодно. Вот. Сегодня буду печь торт Мишка. Ну и с вами, конечно, поделюсь. Вот. Ну всё. Захожу домой. Брррр. Колотун, ага. Как у нас в Казахстане говорили. Я уже приготовила, как я сказала, будем печь торт Мишка. Вот. Хозяйка этого рецепта очень уже женщина в возрасте. А пекла ещё её мама. Вот. В общем, здесь у меня полстакана сахара и три белка. Здесь у меня должно быть стакан сахара. Ну, он и есть. И три желтка. Но я задумалась и один белок закинула. Поэтому четыре желтка и одно. Ну, ты посмотри-ка. Ну, и одно целое яйцо. Получилось, в общем, три желтка и одно целое яйцо. Здесь орехи 300 грамм грецкие. Я уже их немножко смолола, да. Ну, такие не сильно, чтобы они мелкие были. Как каждому потом на... Это будет прослойка. И как каждому потом будет на зуб попадать. Как кто любит, да. Домильку приготовила. Здесь приготовила мука. Уксус. Сода пищевая понадобится. И масло у меня в микроволе. Сейчас вытащу. 250-300 грамм масла сливочного. В общем, начинаем замес. Здесь сахар с яйцами, с желтками сейчас перетираем. Вроде бы все нормально. А то я могу отчебучить чего-нибудь. Как в видео получается. То не мое кино, то еще что-нибудь вроде бы идет нормально. Так, я яйца, желтки, три желтка и одно целое яйцо. Все, но надо три желтка сюда. С стаканом сахара. С стаканом сахара был 250 миллилитров. Вот у меня стаканчик. Тормассовый. Белки отделяются. Пол стакана сахара отдельно. И белки сюда. Здесь у меня уже пол пачки ванильного сахара я добавила. А пол пачки высыпала сюда. Посмотрим, что будет. И обязательно добавить еще без бугра чайную ложечку соли. Сюда я тоже добавила. Я перемешала. Теперь я просею немного муки. Надо вообще сюда муки три стакана. Я просею примерно стакан. Потом добавлю вот. Здесь я уже отмерила чайную ложку соды пищевой. Буду загашать уксусом. Как я уже говорила, я такое делаю. Так, бак пульвер. Я опять забыла. Кричите, пожалуйста, мне. Кто-нибудь крикните мне, как это называется. Так, вы что-то шепчете. Если кто-то что-то говорит, то шепчете. Надо сильно кричать. Далеко сильно. Я не слышу. Ну, надо же. Ладно. Хоть бак пульвер, да. Хоть соду пищевую, если надо. Я обязательно муку добавляю сперва. Хотя бы немножко. Сейчас муку добавлю и потом подсоединюсь. Вот. Примерно стакан я добавила. Я уже рецепты, которые много-много раз делала. Я уже их делаю без измерений, да, всяких. Вот сейчас я добавляю. Тут примерно стакан муки. До конца я не перемешала все. Сейчас я растворю соду пищевую. Может быть, подошло бы и бак пульвер. Я до сих пор не вспомнила. Ну, как он по-русски. Но я делаю, когда рецепты, да, и даются такие старые рецепты, то я делаю так, как оно есть. Не произвольничаю. Нету произволу места. Я мешаю, а сама думаю, ну, как же бак пульвера пищи. Ну, это ж надо же быть таким человеком. Все. Сейчас еще сюда два стакана муки добавляю и уже замешиваю тесто. Кто-то тесто замешивает. Прямо на столе я на столе домешиваю тесто. А начинаю замес всегда в чашке. Ну, это тесто я замешаю прямо в чашке. Так, тесто я замесила. У меня ушло больше, чем три стакана муки, потому что у меня было еще одно яйцо лишнее. Вместе с белком. Вот тесто должно быть не сильно мягким, да, но и в то же время не сильно твердым. Ну, вот видно, да. Вот к руке оно не прилипает. Ну, раскатывать будем, конечно. Помуздыкаемся с ним. Теперь я вот эти полстакана сахара и белки, три белка здесь с ванилькой, я взбиваю в пену. Я покажу потом, до какой степени надо взбивать. Так, взбитая должна быть... Сейчас уберу сюда. Я подкладываю салфетки всегда под эти чашки-тазики, потому что они крутятся, как уш на сковородке. Тут мука. Ладно. Вот. Вот до такой степени. Не до пиков. И уже сейчас мы добавляем туда орехи. Доча сегодня, вернее, вчера сказала, что хочет сильно пельмени. В холодильнике не оказалось. Поэтому будем лепить. У меня стоит все наготове. Но сперва я поставлю этот пирог печься в духовку. Он сверху еще потом покрывается шоколадной глазурью. Глазурь я варить не буду, потому что у меня всякого шоколада полно. Поэтому вот так перемешиваем. До однородной массы, чтобы снизу не было пожиже, сверху погуще. Потому что мы разделим эту смесь на две части, на два слоя. Ну все, вроде бы. Все, сейчас я приготовлю форму для выпекания и снова подсоединюсь. Ну вот, хотя хочу сказать еще кое-что. Если вы видите в кадре под завод, то есть мои ласты, не пугайтесь, это мои ласты. Я без них не могу и иной раз в них не могу. Так как давление скачет и когда сильно перегревается низ, дает знать о себе вверх. Вверх начинает бунтовать, поэтому иной раз ласты приходится скидывать. Вот. Это когда я в движении вот так по кухне, да. Так что не удивляйтесь, ласты всегда при мне. Должны быть. От меня далеко не уходят. Вот. Ну вот такой я человек, да. Я поэтому и назвала канал деревня внутри вот такого большого мегаполиса и вот такая вот деревня, как я. Вот. Не могу. Еще я большой человек привычки. А я иной раз аж сама удивляюсь над собой. В общем, вот колбаску я естественно вот так раскатала. делю ее на три части. Хочу бы ровно поделить. Не, одна часть должна быть побольше. Посередки мы сделаем побольше. Эту посередине мы сейчас на низ уложим. Все, продолжаем дальше. А, ну, забыла так сказать. Память, моя память. Сегодня я без факта. Вот не хочу себя ничем сдавливать, придавливать. Такой человек. Наверное, все уже, когда подходит после сорока пяти, мы становимся вредными, да. Вот сейчас донесу я его, это тесто, вот оно разламывается, прям, да, но это ничего страшного. Главное, первый корж нам сейчас уложить. Да, руками, ногами, кто, может, кто, чем. сейчас первый. Укладываем, вот, потом руками, да, вот так вот, и делаем бортик, примерно, на какую высоту будет у нас этот пирог, да, ну, примерно, я знаю, вот это, вот, на два моих пальца, да, высота. вот, сейчас мы раскладываем это все дело, здесь, в общем, могу немножко поторохтеть, если вам будет приятно, это, мое тарахтение вам приятно, какие-то, ну, не знаю, что в голову приходит, то и тарахчу. Потом сама иной раз видела, когда выкладываю, думаю, господи, ну, что такое, ну, закрой мне вовремя рот. Ну, нет, язык все-таки без костей несет все подряд. Ну, я и человек не скрытый, да, кое-какие вещи, я говорю, из своей жизни мне бы хотелось рассказать, но они касаются других людей, и я не хочу лишний раз с ними связываться, даже тех, которые живут в моей квартире. вот камера настроена, время от времени отключаться, и я потом не вижу, что она там снимает, не снимает, мне ее потрогать надо. В общем, ласки просит моя камера время от времени. вот, и поэтому я на что-то, про что-то не могу говорить, да, а очень хочется. я человек не скрытный, даже за свою жизнь, я могу рассказать все, все, что было, что есть, вот, что будет, не могу, не знаю, потому что одному богу известно, что будет. Ну вот, часто мне приходит мысль такая, люди вот в видео много говорят, что, ой, как хочется вернуться в детство. Товарищи, вам хочется вернуться в детство? Мне нет. я не понимаю тех людей, которые говорят, что хочется вернуться в детство. я не понимаю, что там делать? Еще раз проживать то, что мы пережили? Не знаю. Хорошее, что там было? Ну, было, конечно, хорошее. В детстве всегда есть что-то хорошее, да? Вот. Но, было и много плохого. Я не буду кривить душой и так знаю у каждого, но потом, наверное, хорошее остается, а плохое исчезает у меня. Не у меня. И плохое есть, и хорошее в мозгу, да, при памяти. Вот. Я сделала такие бортики, они неровные, да, но эта роль не играет, он будет печься, тесто такое песочное получается, поэтому оно примет форму, форму формы. Ровненько ляжет. Теперь, вот я половина вот этого вот, вот этой вот, как сказать, помадки, да, ореховой. Я вот думаю, ореховой помадки, орех может быть любой. Я вот подумала, а почему бы не попробовать даже вот с ягодой. Ладно, пока не будем, а там посмотрим. вот. Ну и вот насчет детства. Детство у нас было босоногое. Да, у меня вот родители развелись рано. Не без скандалов. Это постоянные встряски для детей. Они думали, дети ничего не понимают. Все мы понимали. И все, все дети понимали. и понимают. Вот. И для детей я скажу вам, родители, если молодежь, кто меня смотрит, знайте одно, что для детей больше, вот вам стресс, да, для детей это еще больше стресс. они воспринимают ситуацию еще больше критически, стресснее, да, или как сказать, когда происходят вот так вот разводы, разломы, скандалы большие, немаленькие, да. Знаете одно, дети это воспринимают острее, во, намного острее, намного острее, в памяти потом остается больше плохого, чем хорошего. Вот. Так, сейчас я второй слой раскатаю, да, уложу. Его прям можно кусочками накладывать, самое главное, чтобы не было пустого места. Ну, в общем, сейчас покажу. Подключилась, показываю вот такие несчастья, чтобы, если молодежь кто-то меня смотрит и захочет повторить, да, что это ничего страшного, вот я раскатала на вот эту вот сегодня у меня не день памяти, день не памяти, я опять забыла, как она называется, у меня в памяти только кочунка, вот, вот, я ее намотала, да, и пыталась перенести, и у меня получилась здесь щель, да, видно, а вот здесь много, отщипываем это дело, и вот укладываем, как я и говорила, это такое тесто, что оно примет форму, форму формы, в которую выпекаешь, ничего страшного, вот, только не кусками, да, вот так немножко расплющивать, и докладывать, где у нас проглядывает вот это дело, помадка, да, где образовалась эта щель, как ее еще назвать, не знаю, вы там для себя на свете ее как-нибудь, у этой тети тяжело с памятью, вот, ну и пока уже подключилась, и хочу вот еще сказать, никогда не забывайте, молодые родители, что ваши дети в стрессовых ситуациях стрессуют больше, чем вы сами, и в памяти у них это надолго заляжет, и красочней заляжет, потом вы, отсюда и появляется у родителей своя правда, у детей своя правда, отсюда это и появляется, каждый со своей стороны это рассказывает, потом вспоминает всю жизнь, да, отсюда потом начинаются скандалы, нет, такого не было, этого не могло быть, ребенок знает, что это было, и вот именно так, как он говорит, так, все, выкладываю второй слой помадки, у меня еще дети, они, как, я уверена и знаю точно, так как у меня четверо детей и уже одна внучка, да, есть с чего сделать выводы, каждый ребенок рождается уже сразу со своим характером, уже сразу прям видно детей, да, с мальства, с рождения, в пеленочках, первый день, второй день, уже видно, как ребенок себя ведет, и можно делать выводы, какой у него характер, да, если сразу не могут молодые сделать характер мамаши, то потом, на протяжении первого года жизни, второго года жизни, да, уже точно знаешь, до трех лет ты уже точно будешь знать свой характер своего ребенка, и у меня все дети разные, все дети разные, мало того, что они так разные, старшие у меня белобрысые, и родился беленьким, средний сын у меня рыжий, и родился огненно рыжим, прям красный, я обожаю людей рыжих, я обожаю все рыжие, рыжий цвет, это мое, вот, младший сын у меня родился темным, вот, а последняя дочь, она родилась тоже белая, белобрысая, но она не такая была белая, как старший сын, вот, но на лица она со старшим сыном очень сильно похожа, дочь моя, вот, в общем, старший начал, последняя закончила, одинаковые они, вот, но характеры у всех разные, вот у сыновей, у них корень один, да, вот, вывод я делала по жизни, корень один, закладка одна, а характеры разные, да, в любой ситуации они поведут себя, каждый по-разному, но будет очень похоже, очень похоже, их, как сказать, поведение, а дочь поведет совсем, все по-другому, совсем, она вообще другая, она прям, ну, полностью другая, вот, совершенно другая, поэтому мне с ней немножко было тяжеловато, и продолжает быть тяжеловато, хотя я уже смиряюсь, где-то уже, стараюсь, да, но все равно, мне с ней тяжеловато, но я справлюсь, Бог бы, если бы знал, что я не справлюсь, он бы мне ее не посылал, ну, плюс еще года, да, старшего я родила сына, мне было неполных 17 лет, я была молодая, почему я рано замуж вышла, тут сложились много мелких и крупных ситуаций, в одно, и поэтому я вышла рано замуж, за своего первого мужчину, я вышла замуж, так, буду смотреть вам в глаза, когда это говорить, вот, и неполные 17, то есть в августе я родила старшего сына, а в ноябре, первого ноября, у меня день рождения, мне исполнилось 17, никогда я не покаялась, и никогда не покаюсь, что я рано вышла замуж, что у меня четверо детей, никогда, мне нечего менять в моей жизни, нечего, если бы, если бы, ну, не дай бог, я больше не хочу проживать эту жизнь, но если бы все вернуть, я бы поступила опять точно так же, вот, среднего я родила, мне было неполные 19, сейчас хоть бы не соврать, я его родила в, так, старшего в 90-м году, а младшего в 93-м, в неполные 20, получается, в неполные 20 лет, у них практически 3 года разницы, только старший рожден у меня в августе, а средний в июле, вот, в неполные 20, ощущения уже, уже другие были, вот, третьего я родила, уже в 98-м году, это 5 лет разрыв между средним и младшим, а между старшим и младшим из сыновей, да, 8 лет разницы, в 98-м году я родила младшего сына, уже совсем другие ощущения, совсем другая политика, совсем другое мировоззрение у меня, как у матери, да, вот, и на дочу я решилась уже, мне надо полоскать с руками, на дочу я решилась, через 8 лет, после младшего сына, в 2006 году, мне было на тот момент, 33 года, вот, 33 года, я родила свою дочу, вот, перед тем, как родить, я спрашивала разрешение у старшего сына, так как старший сын мне всегда во всем помогал, и помогал мне растить, этих двоих сыновей, да, среднего и младшего, я, естественно, спрашивала у него разрешение, он, три дня думал, я ему сказала на полном серьезе, если ты скажешь нет, у меня был маленький еще срок, если ты скажешь нет, а представьте разницу между старшим и младшим, это получалось, я все время забываю, 90-е, 2006-е, это что у нас получается, здесь 16 лет ему было, ему 16 исполнилось, и в октябре я потом родила на 17-м году ему, ему подарочек такой, вот, я у него, естественно, спрашивала, можно я рожу еще одного ребенка, и здесь я ему сказала, я не буду, тебе, тебя как, заставлять мне помогать, тебе не придется мне помогать, я справлюсь сама, но я рассчитывала на среднюю и на младшую, я изначально не была уверена, что у меня дочь, вообще, троих сыновей, когда я рожала, мне было все равно, кто у меня, честно, муж мой с первого ребенка хотел дочку, ну, это другая история, и все трое оказались сыновья, мне было все равно, кто у меня родится, мне не все равно на моих детей, да, это вообще даже близко не моя история, за своих детей, я как коршун, вот, везде и во всем, и в слове, и в деле, и, но, в каком плане мне было все равно, мне было все равно, что, мне самое главное, я всегда Богу говорила, мне самое главное, чтобы они были живы, здоровы, и все было нормально, и у меня, и у моих детей, так и получалось, но, когда я уже забеременела в четвертый раз, я просила у Бога очень сильно, я начала просить уже в третьей беременности, да, когда сына, и я просила, потом были осложнения у меня в конце уже беременности, и я потом уже сказала, мне уже все равно кто будет, вот, самое главное, чтобы был здоров ребенок, и все было хорошо, и со мной с ним, вот, и, ну, почему со мной было, чтобы хорошо, да, я не столько за себя просила, потому что я понимала, что мои детей, мне некому было передать, да, я и не собиралась, и не хотела, я хотела своих детей всегда воспитывать сама, что я и делала, я своих детей подняла сама, одна, мне никто в этом не помогал, время от времени муж там помогал, но это так и, такая была помощь, маленькая-маленькая, я сама поднимала своих детей, вот, и в четвертой беременности, конечно же, я просила Бога уже сильно, коли ты мне даешь уже с таким разрывом, да, четвертый раз, то пусть это будет дочка, уже пусть это будет дочка, и на этом, шлюз, ну, конец, да, на этом уже хватит, потому что я понимала, что возраст мой, да, ну, и потянуть мне уже было, с каждым разом мне все тяжелее и тяжелее было тянуть моих детей, да, я понимала, что мне тех надо поднимать, еще рожать, это, ну, полная безответственность была бы, вот, и дочку, да, я вынашивала, очень тяжело, очень тяжело, ну, каждая беременность у меня была тяжелая, но дочку я вынашивала, вообще, последняя мне далась, очень тяжело, вот, и ее я рожала, хоть у меня в свидетельстве рождения у нее записано, что она родилась в село Розаевка, но ее я рожала в городе Петропавловск, меня отправили туда, потому что думали, что будет кесарево сечение, но не оказалось ничего, я родила ее сама, вот, и дочу свою я рожала тоже тяжело, каждую из родов я помню, как сейчас, каждое вынашивание своих детей, я помню, как сейчас, я ничего не забыла, это все было нелегко, и характер, вот, за что я начала, я все время начну за здравие, закончу за упокой, не дай бог, к чему я вела этот разговор, потому что у детей сразу закладывается характер, с рождения уже, Господь закладывает им характер, да, каждая душа, она имеет свой характер, вот, я видела в своих детях это, и все дети разные, но корень, как я говорила, вот у меня у сыновей, корень один, я всегда говорила, это вот схоже моему характеру, схоже моему характеру, у них корень один, потом, в дальнейшем, они все разные, там, в мелочах, дальше по жизни, но корень у них один, а дочь у нас совершенно другая, вот, и договорю, что за сына, да, когда я у старшего сына спросила, он, конечно, был ошарашен тем, что я опять беременна, я ему дала срок, я ему сказала, если ты скажешь мне, что нет, не будет у нас этого ребенка, но я тебе точно заверяю, что я не буду на твою шею вешать, да, ну, в том плане, что он не будет мне помогать, ее поднимать и воспитывать, нянчиться, то есть, да, вот, три дня тебе даю на обдоне, через три дня ты мне должен сказать ответ, если ты скажешь нет, я просто пойду и убью этого ребенка, я так и сказала, да, ну, капала, на совесть, в честь своего ребенка старшего, ну, я, ну, знала, что я не смогу пойти ее убить еще, ну, у меня было три аборта, вот, о чем я очень сожалею, но, тут я думала точно, что нет, не пойду, но как мне сделать так, чтобы он потом не послал меня на этот аборт, да, вот, через три дня он пришел со школы, не раздеваясь, я находилась, как всегда, на рабочем месте, на кухне, он пришел ко мне на кухню, не раздеваясь, не снимая куртку, это была зима, он пришел ко мне и сказал, я согласен, но с условием, как ты сказала, я не прикоснусь к этому ребенку, и я сказала, хорошо, так и будет, и вот, когда в октябре я ее родила, ему исполнилось 17 лет, да, в августе, в октябре я ее родила, я пока, я лежала в перинатальном центре, лежала там 11 дней, и потом с 11 на 12 день я ее родила, вот с субботы на воскресенье ночью у меня начались схватки, и воскресенье утром я ее родила, и когда меня привезли, потом всего три дня я пролежала в роддоме еще, меня привезли, и я смотрела на его поведение, хотя я знаю, что он у нас такой человек, вот характер, что он очень любит детей, любил и любит, продолжает маленьких детей, ну, что он не будет, как сказать, равнодушен, да, к ним, и у нас был проходной зал, из зала все комнаты шли, ну, спальня именно, и он пришел со школы, меня привезли, вот он пришел со школы, зашел, и мимо прошел, а я ее положила на диван, на подушке, и он прошел, и так косо на нее посмотрел, и прошел мимо, так продолжалось буквально два, два с половиной дня, на третий день он пришел со школы, а мы же с ней все сюськаемся, да, мосюськаемся, усипуськаемся, там, и даже младший сын, все хотел ее на руки, все, я боялась ему давать, ну, под своим зорким оком, конечно, давала, он это все наблюдал каждый день, вот, а я думаю, интересно, сколько он еще выдержит, сколько он еще вытерпит, и вот на третий день, он пришел со школы, пошел в комнату, переоделся, у меня всегда так было, это вот с дочей, я никак ее не могу, в стремя поставить, как называется, и это, он приходил со школы, они все так приходили, да, мне не приходилось за это даже разговоры разговаривать, да, даже рот свой скрывать не приходилось, и мысль в голове точить, они приходили со школы, они всегда переодевались в домашнюю одежду, и уже потом по дому там что-то занимались, сделали, вот, он пошел в свою комнату, переоделся, и вышел, и потом говорит, так, все, мне надоело, сколько вы еще тут будете сюськаться, пусть каться, мне в руки ее не давать, ну-ка давайте мне ее в руки, ну и вот так вот он, в общем, тоже принял ее, так что, вот так вот, кухон стоит, пирог, то есть, да, а мы тут, ля-ля-ля, тря-ля-ля, а духовка греется, все, в общем, я сейчас раскатываю третий слой, накладываю, покажу, и отправляю в духовку, все, я уложила, как, как я и говорила, он рвется, он, но рвется, это тесто, и вот, хотела показать, там видно, не, вот, вот эти бортики, которые я приподнимала, и торчали, да, как, вверхи, горы, вот так вот ножичком, да, просто аккуратненько, вот так вверх подворачиваете, я уже почти, практически все подвернула, вот так вот, и все, и вся печаль, я так на всех вот этих вот сыпучих пирогах, вот так делаю, бортик всегда повыше, и потом просто подворачиваю, все, отправляем в духовку, это все равно, что здесь, не красиво, не камильфо, да, мы его будем переворачивать, а на дне будет все ровненько, оно и здесь будет ровно, но там будет еще красивее, на 180 градусов, минут примерно на 40, палочкой будем проверять, все, отправляю в духовку, так вот, пирог мой, вот практически остыл, я пока занималась пельменем, вытащила, пекся, он не 40 минут, а 60, почему-то тот раз, те разы, наверное, я неправильно засекала, вот, я теперь просто переворачиваю, да, и вуаля, он ровненький, как тоже я говорила, сейчас я растворю шоколад, кто-то может просто помадку делать, да, то есть кокаус, сахар, размешать хорошо, и молочко, чуть-чуть сварить, уварить, прям хорошо, минут так 15-20, добавить потом маслица, в конце варки, и когда чуть-чуть остынет, уже поливать, тут дно у меня еще чуть-чуть теплое, но я все равно сейчас буду уже шоколад растворять, и поливать, сейчас приготовлю, и покажу, так, вроде бы снимает, вот, я у меня, пистацины, фисташки, фисташки раздробленные, тут есть, я потом покажу, украшу, чуть-чуть сверху посыплю, вообще можно просто половинками грецких орехов, потом вот так вот уложить по краешкам, кто что любит, украшать, я просто грецкий орех весь смолола, ничего не оставила, у меня вот такие вот новогодние эти всякие шоколадки, пустые, да, молочный этот шоколад, вообще я молочный не люблю, перестала с давних пор, с недавних, вернее, пор, любить молочный шоколад, и вот я его сейчас просто поставлю в микроволновку, растворю, и им же и полью, куда-то надо выкидывать, жалко, не просроченный еще, смотрю, аж до 31 марта, срок годности ему, так бы, когда видишь, что просроченный, потом не жалко выкинуть, а так жалко, в общем, ладно, сейчас я это все вот так вот поломаю, и поставлю в микроволновку, так, все, каждый раз проверяю, я растворила шоколад, ой, хайс, хайс, ау, грязь, вот, чуть-чуть добавила сливок, слишком бусто, и вот прям на селедку буду, вот так выкипать, застывает прям на ходу, давай быстренько растекаемся, ну потеки делай, да, это уже каждый как хочет, пожиже там, помадку сделай, да, или как, ну, это каждый сам уже смотрит, конечно, если к празднику, такой спич, он вкусный, кто орехи любит, да, он очень вкусный, там уже какие потеки, вот прям застывает на ходу, мало сливок добавила, но папу больше, ну да ладно, заглушка прям тягается, как риск, пусть он так и останется, мы для себя, не к празднику, чай попить, я просто сверху, немножко пока еще, фисташками присыплю, все, сейчас я его выставлю на балкон, он чуть-чуть постоит, камера требует ласки, он чуть-чуть постоит, шоколад застынет, верх немножко подстынет, и я разрежу, покажу в разрезе, так, ну все постояло на меня на балконе, сейчас разрезаем, он может сразу лопнуть на две части, так как это песочное тесто, ну я его сама, наверное, пополам сразу разрежу, что я буду ждать, что он лопнет, о, криво начал, хрустянулый, ну что вы делаете, ну да ладно, что ж теперь, ладно, начнем с маленькой части, и вот он ломается прям, потому что тесто, песочное, вкусный, 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 на тарелочку, паренька, ой, сейчас еще посуду побить, на шасси, ох, это наше шасси, ой, 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 не, надо взять, минутку, извиняюсь, что я вас затягиваю, сейчас найду, вот она, вот, по-человечески надо все делать, они как привыкли все, по-свинятски, по-деревенски, лапать своими лапами, вот, он в разрезе, вкусный, сейчас я его переложу в другую, подстекло у меня, которого форма, где я храню все выпечки свои, вот он в разрезе, он вкусный, я вас уверяю, хотела вилочку взять и, так, у меня тут небольшое происшествие, батарея сила, я успела за вилочкой сгонять, подключить камеру, теперь на проводе держусь, вот он рассыпается, да, вот, помадка, вот она немножко, влажноватая, но очень вкусно, я вас уверяю, ну, короче, растолкла, надо было ложечку взять, пробовать, я сейчас не буду аппетит, перебивать, поем, потом буду чай пить, ну, вот так вот, и на бок, и по-всякому, в общем, все, сегодняшний, как сказать, кусочек дня провела с вами, спекла очередную вкуснятину, то, что доктор прописал, диетолог, особенно мне, все, пеките с удовольствием, если хотите, если хотят ваши близкие, домашние, вот, пишите комментарии, подписывайтесь на меня, я вас не огорчу, и не разочарую, как только кончится локдаун, я помню, что, тот человек, который меня просил, поснимать наши злоу-марты, да, как же их назвать, блошиные рынки, да, я похожу, поснимаю, как только это все закончится, да, все это, даже не знаю, как ее назвать, как ее прозвать и обозвать, в общем, сумасшествие это, вот, я поснимаю обязательно на блошином рынке, и выставлю потом видео, как только это все откроется, и, в общем, пишите комментарии, что бы вы хотели еще увидеть, что бы заснять, придет теплая погода, да, и я начну ходить, бродить, в понедельник вот пойду к зубному врачу, поснимаю вам меринг дам наш, немножко, в общем, все, всем, всего хорошего, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы увидеть последующие видео, ставьте лайки, если вам нравятся мои видео, если не нравятся, дизлайки, хотя бы так, этим самым вы продвигаете мое видео, да, помогаете мне этим сам, пишите комментарии, я буду рада отвечать на ваши вопросы, потом в своих видео я могу отвечать на ваши вопросы, все, всем всего хорошего, пока-пока!